Витаю! В этом видео мы поговорим о гиперупругости в Африкат МКИ. Неперупругий материал, или иначе материал Грина, при нагружении имеет нелинейную зависимость между деформацией и напряжениями. То есть деформация увеличивается, а напряжения не растут. А еще он способен растягиваться в 3-5 раз больше от первоначального геометрического размера. А потом, после снятия нагрузки, мгновенно восстанавливает первоначальную форму. К нему относятся резина, латекс, силикон. А еще, мой дорогой зритель, вы сами состоите из гиперупругого материала, к которому относятся ткани тела, такие как, например, кожа. В Икалькуликс гиперупругие свойства задаются путем добавления к материалу ключевого слова «гиперупругость». Далее, через запятую пишется имя гиперупругой модели, а в следующей строке – материальные константы и температура. Доступны следующие модели гиперупругости. Паридоминальная, может быть первого, второго и третьего порядка. При первом порядке используются два тензорупругости, параметры нежимаемости и температура. Этот набор данных можно повторять для моделирования зависимости гиперупругих свойств от температуры. При втором порядке используется пять тензоров упругости, два параметра нежимаемости и температура. При третьем порядке в две строки записывается девять тензоров упругости, три параметра нежимаемости и температура. Эти наборы также можно повторять для связи гиперупругих свойств с температурой. Сокращённое полиноминальное также может быть первого, второго и третьего порядка. При первом порядке используется один тензор упругости, один параметр нежимаемости и температура. При втором порядке у нас два тензора упругости, два параметра нежимаемости и температура. При третьем порядке три тензора упругости, три параметра нежимаемости и температура. Также задаётся в частный случай сокращённой полиноминальной модели третьего порядка модель Е. И конечно гиперупругие свойства могут меняться в зависимости от температуры. Модель Акдена. Также бывает первого, второго и третьего порядков. Вместо тензоров используют постоянные материалы. При первом порядке у нас две постоянные, параметры нежимаемости и температура. При втором порядке четыре постоянные, два параметра нежимаемости и температура. При третьем порядке в две строки записываются шесть постоянных, три параметра нежимаемости и температура. Зависимость гиперупругих свойства температуры также задаётся путём добавления соответствующих строк. Модель Оруда Бойса. В одну строку записывается начальный модуль сдвига, параметр предельного растяжения, параметр нежимаемости и температура. Строку можно повторять, если эти свойства меняются в зависимости от температуры. Модель Муни Ривлина. В одну строку записывается два тензора упругости, параметр нежимаемости и температура. Строку также можно повторять, если тензоры меняются в зависимости от температуры. И последняя модель. Модель Необука. Она же сокращённая модель Муни Ривлина. В одну строку записывается один тензор упругости, один параметр нежимаемости и температура. И конечно её можно повторить, если свойства материала меняются в зависимости от температуры. Модель Необука, наверное, единственная самая доступная из всех вышеперечисленных. Так как необходимых материальных константов в открытом доступе очень мало. И чтобы их найти, нужно перешерстить не один десяток научных статей. А здесь все исходные данные можно вычислить по соответствующим формулам. И всё, что нам нужно знать, это модуль упругости и коэффициент Пуассона, которые, как правило, есть во всех сортаментах материалов. Ну что ж, теперь попробуем растянуть кусочек гиперупругой резины в Африкаде. Свойства её возьмём из вот этой вот статьи. Где в таблице 1 приставлены необходимые нам материальные константы для модели Муни Ривлина. И вот, наконец-то, можем перейти в Африкад. Испытывать будем брусочек сечением 10х10 мм и длиной 5 см. Переходим в МКЕверстаг. Создаём контейнер с расчётом. Генерируем сетку конечных элементов. Связи накладываем так, чтобы в результате расчёта напряжения были равномерны по длине всего сечения. На верх брусочка накладываем перемещение 5 см. То есть растянем брусочек в 2 раза. Добавим материал. Возьмём характеристики резины 55-й твёрдости по шкале Шора. Всё готово к расчёту. Идём в Калькуликс. И на первом этапе, чтобы было с чем сравнивать, посчитаем брусочек просто в упругой стадии. То есть по закону Гука. Теперь сделаем расчёт с гиперупругой моделью Муни Ривлина. Для этого отредактируем файл задачи. Находим строку Elastic, то есть упругость. И заменяем её на гиперэластик Муни Ривлина. Не забываем сохранить изменения. И запускаем расчёт. И раз нам известен модуль деформации и модуль сдвига, значит сделаем ещё расчёт по модели Нео Лука. Редактируем файл задачи. Заменяем эластик на гиперэластик Нео Лука. Сохраняем изменения. Запускаем расчёт. Теперь можем сравнить результаты. Первая у нас упругая модель Гука. Вторая гиперупругая модель Муни Ривлина. И третья гиперупругая модель Нео Гука. И что же мы должны увидеть? А всё очень просто. Как мы уже знаем, у гиперупругих материалов нелинейная зависимость между напряжением и деформацией. На определённом этапе загружения деформации продолжают расти, а напряжение не меняется. Получается, что у нашего брусочка при одинаковом растяжении по сравнению с моделью Гука в гиперупругих моделях Муни Ривлина и Нео Гука должны быть несколько меньшие напряжения. Что мы, собственно говоря, сейчас и наблюдаем. Правда, в Нео Гуковской модели у меня различие в напряжениях не столь заметно. Но это неудивительно. Ведь в этой модели всего один тензор. И тот я получил не экспериментальным путём, а вычислил по формуле. На этом всё. Надеюсь, данная информация была вам полезна. И, как завжды, дякую за увагу. Продолжение следует...